Девушки отдыхают А чего я так удивляюсь, а вы откуда будете? Я сам буду с Донецка, но в данном этаже у сумок Ну понятно, а чего вы так удивляете, что Харьков, как будто я какой-нибудь Кернополь показываю или там Винница Какой Кернополь я просто не видел Не, ну вы так живете с Харьков, как будто это что-то там уникальное Я в жизни таких не видел, абстракт и старых А, ну это вот фотографии старые, да Интересно Понятно Как дела, ваш, кого зовут? Олег меня зовут, а вас? Приятно, Игорь Ясно Ну вы на какие-то тему беседуете, может вопрос у вас интересный есть? Есть вопрос интересный Задавайте А почему столица Украина стал Киев, а не Харьков, как раньше был? Ну я вам сказал У меня на канале есть ролик специальный, потом наберете, запомните, 1934 Причины переноса Укра столицы Там просто, как говорится, чтобы, ну одна из версий, я вам говорю, такая Я вас перебью Вы тоже поддерживаете эту ситуацию, которая, ну, мол, чтобы рядом с Россией, да? Что рядом с Россией? Чтобы не было столица Перенесли чуть дальше, не Харьков, а Киев Нет, нет, перенесли не поэтому Перенесли, потому что Высшие партийные деятели Украины были замешаны в Голодоморе Их обвиняли Они слишком пытались услужить Сталину И поэтому у вас случился голод, который вы называете Голодомор В 1932-1933 году И чтобы это дело, чтобы отвлечь от их ответственности Они начали возню с переносом в столицу Потому что это отвлекало народ От этого, от их ответственности за этот голод Который вы называете Голодомор И, кроме всего прочего Ну, Каганович и его, так сказать Даже его противники пытались, как бы, так сказать Концы в воду некоторые Все с этим делом скрыть А вообще, посмотрите ролик Вот запомнили, я вам назвал ролик Да, я хорошо знаю Харьков Нет, я вам ролик назвал на своем канале У меня анализ, почему принесли столицу в Харьков В Киев, хотя Харьков был На момент переноса Харьков был и больше И покруче И инфраструктура была лучше Для столичного города То есть, вот Ну, прошу, сидите, пожалуйста Я прошу прощения Почему вы говорите, на вы Вас перенесли Вы И так далее Ну, потому... Вы не проживаете гражданину Украины? Ну, вы гражданин Украины, а я гражданин Канады Ну, этнический украинцы? Нет, этнический русский В Харькове большинство этнических русских Но не большинство, а этнических русских Больше, чем этнических украинцев Немножко, там, на доле процента По крайней мере, было так в 89-м году Ваши видели эмагриировали Вы за ними, ну, там, родились Как понимаю Не, я уехал в 5-м году В 2000-м и из 90 В 2000-м Ну, не в 905-м В 2005-м Нет, в 2000-м В 2000-м В 2005-м За Родину скучаете? За Родину Ну, как, я езжу Вот сейчас ковид уже скучаю А так, я каждый год и ездил И достаточно для реализации ностальгии Вот ковид кончится, тоже буду ездить опять каждый год Когда он кончится? Кто только знал, был Ну, да, все надеялись, что в этом году Ну, месяцев через 8, я надеюсь, кончится А в Канаде, чем занимаетесь, если не секрет Ну, я раньше преподавал в колледже, сейчас частные уроки даю А тематика? Электрохимия преподавал Ничего себе А у вас такая специальность? Экономика предприятия А, понятно Ну, самое распространенное, что у нас было Ну, ясно Запомнили название ролика, что я вам по простолицу рекомендовал? Или дать вам название канала, чтобы вы зашли и нашли его? А у меня, у меня записываются, я все записал уже А, вы блогер, что ли? Да нет, вы блогер, мне кажется, у вас не со мной Ну, я блогер, а вы, если вы пишете, может, вы тоже блогер А скажите, пожалуйста, вы еще в Канаде, да, находитесь? Что? Вы еще в Канаде, да, находитесь? Да, я в Канаде, да А какой штат? В Канаде нет штата, в Канаде провинции, Анталия Прошу прощения, извините, а по времени, как у вас? У нас сейчас 10 вечера Ого И скажите, пожалуйста, а что думаете, по-нашему правительству? Пошмагалю, что ли? Ну, типа того Ну, не знаю, технически этот самый В итоге на него все, всех собак повесил Я думаю, так Ну, как обычно У вас принято на премьера ввешать всех собак Ну, некоторые Некоторые выходят сухими из воды Как и куля в лоб, яценюк Наворовал, уехал в Штаты Сейчас там живет все припеваючи Хотя он, по-моему, говорит, вернулся в Украину Мы не слышали? Вы вообще не слышали Я вам так скажу Я давно живу в Украине А на самом деле я буквально две недели назад Приехал с ДНР Ну, вы сказали, что вы в ДНР А, ну, там в гостях были, да? У родственников? У родителей, наверное Ну, я вообще туда Приехал сюда работать Потому что там нет никакой жизни А, так он первый раз приехали Я думал, вы давно приехали А ездили просто навещать родных Нет? Нет, я по паспорту украинец Как оно есть Понятно, я просто думал, что у вас там, может, родители в ДНР И вы туда ездили в гости к ним навещать Остались все там А что, в сумму, приехали в знакомые есть Приехали в Харьков Там больше работы найдешь быстрее Погнали, ну, пока тут, а там видно дальше будет Ну, дальше что-то начинать Я так скажу, что после ДНР Те же самые суммы Это уже мегаполис Ну, возможно, возможно Нет, что такое коммерческий час Комендантский час Многие в Белгород едут из ДНР Я знаю Через Белгород Нет, просто в Белгород работать едут Москва Не, ну, Москва понятно В Крыму и был в том году Крыму уже не тот Если в Москве есть где зацепиться, конечно, в Москву выгоднее Нет, Москва уже не, ну, Москва-Москвой Ничего, за Москву плохого не скажу Вот в Крыму сижу и пробыл Вот сейчас в Крым ездил Ничего, даже за Крым скажу Не за Путина, не за людей Но Крым уже не тот Что-то все поменялось Ну, говорят, в лучшую сторону поменялось Дороги там строят Дороги, мечети построили Нашим доблестным Вы знаете, кому Ну, не то Ну, не то Ну, понятно Ну, хорошо Если вопросов больше нет Раз записываете Да не записываю Правда, мне интересно было с вами пообщаться Нет, я же вам хочу порекомендовать Раз вы так интересуетесь переносом столицы Смотрите мой ролик Причины переноса укра столицы Так и называется Наберете в Ютубе Выдаст мой ролик Запомните Причины переноса укра столицы Хорошо, Фер Вот И сразу попадете Или канал могу дать Добрый Заходи Причины переноса укра столицы Набираешь, найдешь Всех благ Читаю Всего доброго Причины переноса украшения Причины переноса украшения Разговариваю Разговариваю Причины Причины Воронеж передали В 1922 году В 1922 году Воронежской области А в 1922 году Ильевская область где была? В Австрове, Грии Опа Так это не было еще Ну еще В 1922 году В объединенных штатов В реализации Всеединенные штаты Афгенериализация Генерации В Вас В реализации Заединенные штаты Афгенериализация Да Как Вы too Что で Соединенные штаты Генерации А Участimal Ну Михаил а Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Озовского моря, хороших в соседней стране, 70 миллионов, они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо, ненавидят и будут ненавидеть всегда, просто потому что мы есть и живем хорошо. Дорогие готовы! Дорогие готовы! Дорогие готовы! В сучье семя повыведен, за родную Россию, как усеих рассеют, тяжела будет и сумовеет. Паркафорский был, был сделан украинским углом ночевым, пытаясь, да, да. Украину, что? Да, все же. Крупа климического. Крупа климического. Ибо конституция, еще раз заявляю, власть в Харьковской области четвертая и сильная, но не позволим никому учиться жить. Я желаю вас. В Харьковской области не будет ни донецкой, ни губерской власти. Субтитры сделал DimaTorzok